Мы вернулись, у нас в студию уже зашел обещанный гость, Эмилия, представляй. В нашей студии находится председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Добрый день, с наступающим вас Новым Годом. Если можно, чуть ближе к микрофону. Напоминаем нашим слушателям, телефон для звонков плюс 7978-400-264, плюс 7978-701-7905. И сразу первый вопрос. Что удалось, что не удалось в этом году? Какую оценку ставите себе и парламентариям за этот год? Само себя сложно оценивать. Оценят нас, конечно, крымчане. Но в целом мы довольны годом. Год прошел под очень большой динамики. Было очень много событий, которые войдут в историю и Крыма, и Российской Федерации, и, пожалуй, мировую. Такие, как запуск моста Крымского, аэропорт Симферополя и много-много другого. Таврида сегодня. Да, Таврида, первая линия, так сказать, пробная, открывается. То есть очень много событий происходит. Как правило, в жизни бывает такая философия, что очень серьезные события происходят не очень заметно. То есть люди не до конца могут еще и оценить все то, что происходит. Со временем все станет на свои места. Но в некоторых случаях, таких как в сельских поселениях, в муниципальных образованиях, происходят события не менее важные для них. Они, может быть, не такие резонансные для всей республики или для Российской Федерации, но для них это события. Там, если открываются детские садики, спортивная площадка или ФАП, ну ФАП уже были чуть раньше, вот мы открывали детские садики. Асфальтируют дороги, люди говорят, что вот это для них, для многих, это показатель того, что повернулась к ним лицом власть. И, наконец-то, они видят реальные дела, когда видят за первую заасфальтированную дорогу в селе, где не асфальтировать дороги 20 лет. Владимир Андреевич, для вас, как для строителя, вот эти темпы строительных процентов, там, 400 с чем-то процентов роста... В разы увеличилось, да, в разы строительства. Как вы на это смотрите? Вот вы строитель по профессии, начинали вот с самых низов до самого верха, и теперь строится весь Крым. Вот едете, есть такая скупая мужская слеза, накатываясь? Да, конечно, объемы работ фантастические. Многие для меня, как строителя, было видеть впервые, был профессиональный интерес. Например, когда велись работы на Крымском мосту, или я присутствовал несколько раз на совещаниях при строительстве в аэропорту, и мне было интересно, как за такие короткие сроки и такие сложные в технологическом проекте, с которыми, ну, лично мне не приходилось никогда сталкиваться, как они реализовываются. Это очень полезная, интересная информация. Это ведущие компании, конечно, это образцы организации мирового уровня, без всякого преувеличения. Я знаю, как работают мировые компании, наблюдал в свое время, учился там, поэтому могу сказать, что это мировой уровень, и нам, к римским строителям, конечно, есть к чему стремиться, что, брат, все это происходит на наших глазах, такие пахальные, без преувеличения события, поэтому слеза скупает, да, прохватилась. Скажите, Владимир Андреевич, был съезд недавно ведущей партии, да, партии власти «Единая Россия». Взят курс на обновление. Вы уже делали несколько заявлений по этому поводу, о том, что будете рассматривать под микроскопом, под лупой каждого депутата вместе с главой Крыма, и глава Крыма уже об этом говорил, что очень сильно обновится депутатский корпус. Вы уже оценивали, насколько для себя делали какие-то там заметки, кто останется, кто нет. И это депутатский корпус только госсовет, или это все уровни? Вот как это будет происходить? Конечно, в партийной организации «Единая Россия» в Крымском отделении мы не рассматриваем, конечно, отдельный госсовет, это вся поляна, рассматривается более трех тысяч депутатов. И, ну, нужно иметь в виду, наша крымская организация – это не болото. То есть это нам не десятки лет, и не так все застоялось, мы всего четыре с небольшим в России еще, все очень живо, очень динамично. Мы проводим полицоветы, у нас все интересно, у нас нет вот такого, знаете, когда в организациях нужно провести для протокола, быстро проголосовать, разбежаться, о чем говорили, через 15 минут никто не помнит. Нет, нужна вот эта динамика живая, потому что жизнь на самом деле, она очень интересная, очень динамичная. Нет ничего на основе, есть что обсуждать, есть о чем спорить, есть куда двигаться. То есть она очень динамичная, очень интересная. Поэтому мы так настраиваем партийные организации, у меня нет совершенно никакого ощущения болота или о том, что мы, вот нам нужно срочно поменять, и возникнет чувство, что мы головы отрубили, и, слава богу, это происходит. Нет, все будет естественным способом. Те люди, которые… Эволюционным путем в Крыму, да? Эволюционно, да. В других регионах будет отрубленная головы в некоторых… Да, к сожалению, к сожалению, очень многие года подходили формально к организации партийных. Мы все-таки имеем опыт в Крыму политический. Пришли на фоне политической борьбы. Мы не пришли просто прогуливаясь по набережью. У нас была политическая борьба, настоящая. И поэтому эта атмосфера, так сказать, сохранена. А эволюция по какому пути будет пройти? Просто многие люди на волне 2014 года не поняли, что такое быть депутатом Российской Федерации. Вот это отличие украинского депутатства от российского, оно для них стало большим разочарованием. Не зарабатывать деньги, а помогать людям. И когда стали поручения за поручением, они поняли, что… Ну, не потому что они плохие, просто вот это не их. Они не рождены для общественной работы. Не готовы. Не готовы, да. Это должен быть человек совершенно… Ему должно быть это интересно и нужно. Вот, очень важно, чтобы это было нужно. Если это ему потребность, как, допустим, у меня заниматься общественной работой, я без этого не смогу, просто уже не смогу жить, куда бы меня судьба не забросила. Вот так и у них. Если это у них потребность, они будут идти с интересом и искать себя. А если это вот… Они пришли в надежде, что будут себя лоббировать или что-то, оно не получается, у них разочарование. Это очень небольшой процент. Скажу, могу взять на себя смело сказать, что не более 20% вообще у нас депутатского корпуса не работает. Всего-навсего. Все остальные достаточно динамично работают, высказывают желание остаться и дальше. И как только приближается… Где-то 20% будем менять, да? Ну, это я говорю условно. У нас нет процентного вообще соотношения. Ну, для себя вы что-то отметили. Нет, это очень личное, персональное. Нужно смотреть. Нельзя… Нам ни в коем случае нельзя статистика переступать через людей. Компанищины уйти. Конечно. Вы что? Люди работают искренне. Были на парикадах в 2014 году. Если они, честно, отработали 5 лет и хотят, и мы понимаем, что это их дело. Ну, давайте начнем топтаться по ним. Ну, что это такое? Нет, топтаться никто не предлагает. Вот давайте мы немножко о другом поговорим. Алгоритм действий для активных людей, которые хотят прийти в партию, хотят прийти работать на депутатах. Куда вам писать или куда? Вот как делать? Что делать? У нас есть формат сторонников партии. Мы очень открыты, пожалуйста, кто хочет заниматься активной политической деятельностью. Поэтому ротация нужна, чтобы была возможность привлечь людей интересных, знаковых, кто состоялся в этот период. Вчера его не было, но вот он появился на горизонте. За такими людьми мы ведем наблюдение. Они появились в регионах. Это предприниматели, общественные деятели. У нас много интересных директоров школ повырастало. Руководители больниц. Посмотрите, в Керчи после этой трагедии, как реагировали больницы. Это что-то подвиг совершенными. Вот еще недорассказан в настоящий момент. Вот таких людей мы ищем. И, конечно, их нужно привлекать на передовые рубежи нашей партии. Куда людям обращаться конкретно? Писать вам в социальные сети? Приходить в партию, в приемные партии? На улице Шполянская у нас головной офис. В каждом районном центре у нас есть отделение партии. Они функционируют в полном объеме. Мы в этом плане не забюрократизированы. Пожалуйста, готовы принимать сторонники партии. У нас есть своя процедура, устав партии. Если говорить, допустим, о молодежи, то сейчас у них есть прекрасная возможность проявить свои законотворческие инициативы и свою деятельность проявить в молодежном парламенте. Это довольно новая структура для Госсовета. И какие перспективы, скорее, вы видите в работе этой структуры? Я привел такой пример. У Петра Первого была такая история в жизни, когда он в детстве, в отрочестве организовывал потешные войска. Из которых потом Семеновские и Перебороженские полки выросли. Очень важно было понять, как это все происходит в жизни. И он это впитал и стал великим полководцем русским. Успешным полководцем, которых не так много вообще в принципе в истории мировой. Поэтому парламент не должен быть игрушечным. Нельзя его создавать, чтобы они игрались между собой. Все серьезно, все по-взросшему. Нет, конечно. Они должны ориентироваться, в первую очередь, на реального избирателя. На своего. Вот вы представляете, молодежь, вот работайте с ними. А не просто, вот давайте сейчас будем селфи делать с начальством. Давайте будем ездить на какие-то мероприятия. Есть и такие, к сожалению, примеры, не очень хорошие. Недолго им жить в молодежном парламенте. А вот депутатство, это ответственность, если ты готов на себя взять и заниматься. Вот все. Если ты получишь преданного избирателя, который тебе лично скажет спасибо. Скажет спасибо, что ты есть, вот именно ты мне помог. Вот тогда он уже состоялся как... Будете прислушиваться. Конечно, конечно. Частично советская схема, когда будут выдвигаться от коллективов, с самого низа, пройдя все ступени. Правильно я понимаю? Но они уже избрались. Их уже избрались. За них уже кто-то проголосовал. Это очень важно. Это было неформально. За них проголосовали. Они уже являются... Испытания прошли. Да, они уже являются избранными. Ну а дальше уже... Конечно, я очень боюсь формализма, чтобы они не скатились в таких, знаете, молодых чиновников. Есть чиновники возраста, это будут вот такие моложавые, но тоже с такими брюхами, с папочками и скучными лицами. Но у вас вы так утрируете. С брюхом мы сейчас знаем, что все занимаются спортом, вы занимаетесь спортом. Фикса Ефим Зисович, там 120 уже, по-моему, от гурди выжимает. Мы его недавно показывали. Чуть меняем тему. Самые важные законопроекты за последний год, который принял госсовет, на ваш взгляд? Ну, у нас этот год, конечно, он уже был более размеренным, потому что хочу напомнить, 14-15 год это было формирование правового поля российского. И было очень много законов, мы принимали их в очень большом количестве. Это была действительно титаническая работа. И вообще хочу сказать, что переходный период Крыма для парламента, он является уникальным. И этот опыт еще будет востребован, потому что нам многое очень удалось сделать. Очень многие вопросы стабилизированы, как раз благодаря тому, что своевременно вместе с членами Совета Министров, с федеральными властями нам удавалось принимать своевременно законопроекты. И не доводить вопросы до такого крайнего обострения. Это вот как раз работа парламента, какова она и должна быть. Сейчас уже более размеренная, спокойная работа. Мы можем себе позволить тщательно изучить вопрос, не торопиться, посмотреть, что происходит в других субъектах Российской Федерации. И это вот такая работа. Ну, конечно, закон о бюджете в этом году, на 19-й год и на следующие три года. Это революционный бюджет. Рекордная сумма. Фантастический. Можно... Я был спикером украинский период, знаю эти цифры. И кто мог подумать, что я доживу до таких цифр. Все это говорит о чем? Новогодний подарок такой. Да, говорит о том, что при всем стечении обстоятельств, даже при всех сложностях, которые возникают при реализации бюджета, здесь на местах экономика получит живительную влагу в таком количестве, что это даст ей необходимый импульс, как минимум для сохранения. Но цифры показывают, что мы, скорее всего, нарастим вот этот темп валового внутреннего продукта регионального, с которым мы сейчас идем где-то 5-6 процентов, он, скорее всего, вырастет при таких объемах. Плюс нацпроекты. Сегодня глава Крыма говорил 78 миллиардов. Сумасшедшая просто сумма. И 11 нацпроектов. И 11 нацпроектов. Вот Сергей Аксенов как раз рассказывал, что когда проходило по нацпроектам заседание, крымский опыт вот этого переходного периода, в котором госсовет принял самое непосредственное участие, стал востребован другими регионами России. Готовы ли депутаты и вы помогать другим регионам, которые сейчас будут участвовать в нацпроектах? Конечно. У нас сформирована очень неплохая экспертная база. Хочу напомнить крымчанам, что с этой экспертной базой мы формировали вообще вхождение в Российскую Федерацию. Вся идея от начала до конца, я не говорю о политическом и моральном аспекте, а чисто о юридическом, процессуальном. Он был сформирован в стенах Государственного Совета. Именно там была промоделирована еще в декабре 2013 года возможность перехода в Российскую Федерацию. Мы собирались десятки раз, понимая, что происходит в Киеве. И все это много раз моделировали разные ситуации. Поэтому у нас много специалистов, которые разбираются в законотворческой деятельности. В комитетах сформированы неплохие команды. Но и нужно иметь в виду, что мы все-таки за первые два года, 15-16 регионы, нам очень много помогали как раз в формировании российского правового поля. А сейчас мы готовы поделиться переходным периодом. Да, он уникальный. И опыт будет востребован, да? Да, конечно, да. Вот если, допустим, говорить о законопроектах, которые должны представить уже депутатскому корпусу в ближайшее время. Вот, допустим, один из комитетов Госсовета представит законопроект о развитии аграрного, сельского и экологического туризма. В Крыму в начале 2019 года, вот все-таки, как вы считаете, степной равнинный Крым достойны, а не стать курортными регионами? И насколько это реально в ближайшее время? Вы понимаете, законодатели, они же не организаторы. Не надо путать. Мы не являемся исполнителями каких-то мероприятий, которые могут привести к организации. Мы должны снять все юридические припоны, которые могут возникнуть на пути организации бизнеса. Либо организовать правила ведения, если таковые требуются или недостаточно в законодательстве. Могу сказать смело, что сегодня нормативной базы более чем достаточно для любого туризма. Но, когда мы обозначаем какой-то законопроект, это очень важный символ. То есть мы говорим о том, что к этому виду деятельности относятся повышенное внимание. Как мы, например, приняли закон о попечительстве. Там, в общем-то, простые вещи мы регламентировали, которые и так законодательством не запрещены. Но мы дали всем сигнал общеобразовательным заведениям, занимайтесь, организовывайте. Это закон. И все стали это делать. У нас больше 380 на эту минуту в попечительских советах в школах. Это очень масштабная работа. Стала не какая-то такая для показухи. Это серьезная работа. Если она накроет все школы, то мы создали очень серьезные общественные контроли и общественную помощь системе образования, так и с экологическим туризмом. Мое личное мнение не как спикера, а как человека, который всю жизнь занимался бизнесом, что сейчас все, что связано с туризмом, имеет колоссальную перспективу. Во-первых, мост. У нас мы должны преодолеть планку в 7 миллионов. Это рекордная цифра. Или, в всяком случае, мы к ней приближем. На этой базе уже можно работать. То есть это уже люди, которые миллионами здесь у нас. Их нужно теперь привлекать. Любая интересная идея, но это уже дело бизнеса, сформировать идею таковую, чтобы... Вот смотрите, я живу в горах Крыма, часто выезжаю туда, на природу, и обратил внимание, какое количество сейчас интересов к горному туризму. Мы рассматривали, я вспоминаю, в украинский период, и вот так вот живали монотурно. Вот горный туризм, вот надо, надо, надо. Все, вот он пришел. Вот он пришел, вот организовывайте теперь. Есть база, можно бизнес организовывать. Что нужно? Если, например, будет запрос от бизнеса, что мы готовы вкладываться, помогите нам. Нужно принять такой закон. Вы поможете? Конечно, да. Нормативный закон рамочного плана. Конечно, мы будем делать. Очень много разных видов туризма. Сейчас люди к этому склонны, даже, может быть, те, которых мы не до конца представляем. Ведь сейчас ментально человека поменялось. Раньше человеку достаточно было кровати, моря, и все, вот мы и имеем. Потребности растут. Сейчас нет. Человеку надо... А у нас колоссальная есть возможность, например, наше историческое наследие. Это очень интересно. Когда ты ушел, у тебя день полностью занят. Ты уйдешь, возвращаешься совершенно напичкан другой очень интересной информации. Плюс ты посмотрел все это. Я вот наблюдал, приезжали наши коллеги. Я им организовал поездку. В течение двух часов они посмотрели разных эпох материалов. У них нужно было видеть их лица. Они вообще-то видят первый раз. А тут такой пласт истории Крыма. Они себе Крым представляли российским в этот период. А Крым имеет еще тысячелетнюю историю. До того, как Екатерина представила. Она тоже интересная и тоже противоречивая, как вся наша история Крыма. Даже можно путешествовать, не выезжая за пределы Крыма по временам и эпохам. Еще раз немножко сменим тему. Владимир Андреевич, после первого административного террора в Симферополе вы лишились одного зама. Сейчас террор прошел в Феодосии. И сегодня нам в эфире программы «Линия» Сергей Аксенов пообещал, что если кто-то не будет справляться, то в январе-феврале выездной Совмин поедет еще в некоторые населенные пункты. Вы не боитесь к концу февраля остаться вообще без заместителей и части депутатского корпуса? Да. Я на этот счет привожу очень хороший мультфильм. Помните, в нашем детстве был про мальчиша-кибальчиша? Вот когда пошел брат его, пошел на войну, погиб. Пошел отец, уже более человек в возрасте, тоже погиб. Потом пошел дедушка уже еле тащил. Тащил замечательные те кадры. И пришлось уже потом в конце бедному мальчишу-кибальчишу идти воевать с этими буржуями. Так и мы. Конечно, в бой бросаем уже последние веры. Лучшие силы. Но вот камейка еще длинная. Ну, конечно. Ну, нужно иметь в виду, если вы имеете в виду Семперополь, то Наталья Федоровна Маленко, это, конечно, не из этой серии мультфильмов. Это опытный чиновник с большим стажем, крепкий руководитель, с большой силой воли. Поэтому здесь, так сказать, было понятно, что Семперополь, город, столица, в котором мы живем, он нуждается, и тут никакого жертвоприношения не было. Это, в общем-то, естественное действие. Что касается Феодосии или других регионов, конечно, уровень власти находится всегда под контролем наших избирателей. И, имея такое открытое правительство, как у нас сегодня, вообще открытую власть достаточно, люди апеллируют моментально, видят, и уже ничего не скрыться. Это не то, что там раньше было, когда люди могли годами работать, и до конца не понимая, так сказать, чем занимается их руководство. Сейчас моментально идет экспертиза, моментальная реакция людей в социальных сетях, в прямых обращениях, посмотрите на то, посмотрите на это, куда смотрят. И Аксенова в работе правительства, он тоже исповедует открытые методы, и поэтому такой диалог происходит. Никто на эти должности не достается ни по наследству, их не заберешь с собой, это публичная власть, ты всегда должен быть готов к ответу перед избирателем. Это, наверное, не всегда приятно, но это такова их природа должностей, так сказать. Поэтому придя, ты всегда должен быть готов за одну минуту забрать чемодан и уйти из нее, если вдруг что-то не подошло, или ты совершил какой-то поступок аморальный, или еще что-нибудь. Поэтому здесь не к этому я отношусь совершенно спокойно. Когда ты кадровая чехарда, один за другим, конечно, это неприятно, но это без ошибок в этом деле, наверное, к сожалению, не обходится. Скажите, вот пять лет прошло, да, и все эти пять лет постоянно идут какие-то вбросы и постоянно пытаются поссорить вас с Аксеновым. Пишут, что у вас есть какие-то подковерные интриги, что госсоветы правительства, есть какие-то проблемы, а вы в результате приходите на Совмин, как бы сидите вместе с правительством, принимаете какие-то решения. Да, и сейчас рассказываете, и Сергей Валерьевич до вас утром был, и говорит, мы, мы с Владимиром Андреевичем, вы говорите, мы с Сергеем Валерьевичем. Как вы на это реагируете? О том, что опять кто-то напишет, что опять Владимир Андреевич опять поругался с Сергеем Валерьевичем. Читаете? Да. Так жить интереснее. Да, они увлекаются этими играми, им хочется этих событий, но давайте подумаем, чего хочет реальный избиратель. Посмотрите на то отношение, которое сформировалось у нас между ветвями власти и как к этому относятся избиратели. То есть мы не поссорили Крым. То есть крымская элита, она сегодня монолитна. При всех противоречиях, мы все противоречия сдерживаем вдвоем. И это очень большая ответственность. Я для себя совершенно сделал однозначный вывод в 2014 году, что ни в каких войнах я участвовать не собираюсь в Крыму политических. Мы не для этого это делали. Не для этого мы возвращались в Российскую Федерацию, чтобы позориться перед федеральными властями, или чтобы они приезжали сюда нас мирить. Эта цена, она несопоставима. Вот это понимает Аксиона, понимаю я. Жизнь нас в определенном смысле, судьба спаяла в 2014 году. И вот это многие ищут, откуда у нас это единство, откуда оно взялось. Оно взялось в тот период, и ничего другого нет. Все, вот мы в тот период обмен, у нас совместная ответственность за Крым, за его судьбу и за все то, что будет происходить в нашей республике. Так получилось, что мы стояли у истоков референдума. События эпохального масштаба для Крыма, для всего мира. Конечно, мы отвечаем за это. Для чего нам вот этот позор, который сегодня в Севастополе происходит? Это же ведь дискредитация по большому счету. Ну и людям, а вот они не приняли закон, которые теперь с землей не могут ничего делать. А как людям выбирать? Да, попрощенный схем. Да, вот как людям выбирать? Кто главнее, кто симпатичнее, кто лучше? Зачем такой выбор сегодня крымчанам? У нас полно дел. У нас что, нечем заниматься? Не удастся расторить врагам? Нет, ни в коем случае. Исключено. Владимир Андреевич, еще раз, видите, некоторые иллюзии. Тоже пишут, что то вы в Совет Федерации собираетесь, то в Госдуму, то еще куда. Собираетесь куда-нибудь или нет? Или идете на выборы и готовитесь к выборам? Главная задача политическая на сегодняшний момент... Во-первых, скажу сразу, в судьбе политиков всегда нужно быть готовым уйти. Ко всему. Вот если ты готов, ты настоящий политик. А если ты будешь держаться, чтобы тебя выносили вместе со стулом или со стенами, тогда ты попутал место работы. Это общественная работа, она публичная и она не твоя. То есть ты пришел и пока ты делаешь все то, что нравится людям, и люди тебя поддерживают, сиди работай. Как только это перестает людям нравиться, все, собираю вещи и ищи себе другое занятие. Тут ничего нет такого сверхъестественного. Поэтому сейчас задача короткая на эту дистанцию, но она очень сложная. Это выборы во все уровни власти. Хочу сказать, что в Крыму это мой единственный регион в Российской Федерации, который избирает все уровни власти в один год. Я помню, когда в 2014... Да, в 2014 году федеральные власти нас уговаривали, что вы перенесите выборы в местные органы власти на 2015 год. То есть разделите по годам. Вот в 2014 изберите госсовет, а в 2015 вам будет легче. Но мы тогда, находясь в эйфории, не хотим ничего украинского. В этом году меняем все и всех. Поэтому проводим, все делаем, и все будет на высоком организационном уровне. В парламентарии федерального уровня пока не собираетесь. Нет, я не хочу. Дальше Крыма с земли нет, правильно? Да, да, да. Владимир Андреевич, Владимир Потин, президент нашей страны во время съезда последнего партии «Единая Россия», он сказал, без четкого понимания того, что и как делать, нечего приходить во власть, нужна программа действий. Есть четкое понимание того, что будем делать в 2019 году? В принципе, планы. В 20-м, в 21-м, и каким Крым будет через 5 лет? Каждое выражение президента, оно, конечно, разбирается на цитаты, потому что это действительно на таком уровне, и таким человеком, когда говорится, если идешь во власть, нужно точно представить себе схему действий или стратегию развития. Мы об этом говорим даже на уровне сельских поселений. Если ты пришел главой сельского поселения, каким ты видишь свое поселение через 5 лет? Если ты видишь таким, как сегодня пришел, зачем ты идешь? Оно и сегодня есть, и без тебя есть. Вот что ты хочешь поменять? Масштабно мысли, став задачи, пускай даже они нереалистичными кажутся на данном этапе, тогда с тобой интересно работать, и уверенность у тебя что-то получится. Мы в процессе предвыборной кампании, конечно, сформируем нашу региональную программу. Она будет отличаться от той программы, которая была в тот период. Она тоже была амбициозна, но она была во многом не до конца нами просчитывалась, потому что у нас не было российского опыта. Мы много по интуиции определяли для людей. Люди нам поверили. Сейчас мы уже готовы представить конкретную программу. Она должна пронизывать все проблемы людей, касаемо либо дошкольного образования, школы, здравоохранения, сельских поселений, муниципальных образований. На все должны быть ответы, не просто абстрактно. Вот я буду, так сказать, стремиться, чтобы солнце вставало вовремя и луна всходила. Нет, вот когда что будет сделано при таком объеме финансирования, при такой поддержке, вот реализация такой конкретной программы, вполне реальная вещь. Владимир Андреевич, ну не только фразы Владимира Владимировича Путина, можно делить на цитаты и на крылатые выражения, но и ваши слова, и ваши фразы. Посетив одну из образовательных школ Крыма, вы сказали детям, верьте в сказку. Обязательно верьте, тогда у вас все получится. Дед Мороза верите? Да. Вы знаете, одна шутка, вам расскажу, недавно был на одном мероприятии, не скажу на каком, и спрашиваете до Мороза, а вы откуда? Да, ну я думал, что он скажет, я из Лапландии, а я из Министерства культуры. Приземленный нынче волшебник. У Арины Вадимовны, он по ранжиру построенный и на полках лежат. Нет, конечно, надо верить в чудо, без этого жизнь становится совершенно пресной. А самое главное, ты становишься неспособным на реализацию никаких идей. Как только ты у себя это выбросишь, больше ты ни на что не угодишь, может быть, даже сам этого не понимаешь. Поэтому люди обязаны верить в чудо, стремиться к ним, обязательно получится. Может быть, не все, но что-то получится, и жизнь ваша изменится. У вас есть возможность заканчиваемая поздравить весь Крым, вас сейчас слышит с Новым Годом в прямом эфире и с Рождеством, которое тоже уже не за горами. Поздравляю с наступающим Новым Годом. Счастья, здоровья. Пусть в этом году останутся все те проблемы, с которыми крымчане столкнулись в этом году. Чтобы следующий год дал нам таких же новых свершений, новых проектов, нового обновления, личного счастья, здоровья детям всего самого хорошего. Ну и верьте в чудо. Чудо будет. Уж кому-кому, крымчанам, в это нужно верить. Спасибо, что пришли. Ждем вас еще не раз в этой студии в Новом Году. С Новым Годом. Удачи, успехов. Напомним, у нас в студии был председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Спасибо, до свидания. Пока. До свидания. С Новым Годом.